13.03.2022 Я продолжу тему по Малороссии. И давайте я поясню. Вот видите, ну вот я вот указочкой. Смотрите, вот коростынь, да. Вот тут внизу. Внизу у нас. Там внизу Житомир. Вот здесь у нас Киев, да. Вот вся вот эта вот группировочка. Вот здесь где-то мы там около Житомира уперлись. Вот этот... Ну и вот тут вопрос, смотрите, такой. Если хотите, чтобы эта война вот закончилась, то вот слушайте, вот рассылайте вот эти вот ссылки. Потому что вот, ну напрашивается, я ничего не хочу сказать, что как бы вот про наше военное руководство. Они как бы может действовать правильно. В каком плане, что стремятся не просто там брать города, уничтожать группировки. Да, ну вот я как бы эту точку зрения там уважаю. Но, смотрите, мы не используем такой явный... Вот это вот... Мы стали... Вот эта киевская группировка, грубо говоря. Ну и там... Группировка там в Херсоне. Нет, Херсон, вот этот вот... Которая... На Николаев двинулась. Ну и они вот здесь заостряли. Житомир, Херсон и так далее. Вот. Но я хочу сказать, смотрите, ведь... Я почему говорил, что надо не в то, чтобы... Как вот меня там поняли, что я у восточной группировки наших войск собираюсь забрать там дивизии, полки и двинуть их на запад. Я говорю о том, что надо вводить новые дивизии. Новые. Потому что вот эта политика граничного контингента, она нелепая. Потому что чем мы быстрее создадим перевес сил, тем подавляющийся перевес сил, тем быстрее заходим. Ну это же логично, обыкновенная математика. Там пусть там не обижаются вот эти военные, там прочие. Вот. Но тут больше вот эти вот политики несуразные сейчас. Всякие вылезут из-под лавки вот эти вот чубысы. Там они там в критические моменты, они там куда-нибудь забьются. А так они вот, ну потом уже, когда видят, что какие-то дела началось, вот все коммуняки там бегут. Это, как эти джугашвилицы, Казахстану отдать пол Сибири, этот Львов отдать Бангарлянде, а потом пусть это русские расклёбы. Вот. И смотрите, что я там конкретно предлагаю. Ну, допустим, вот эти узлы связи, коростынь, вот как он там. Овруч, да. Овруч какой-то, да. Ну, видно, что так. Они могут быть более-менее укреплены. Вот. Ну, я не думаю, что у них там большие силы, понимаете. Но, если у них даже там большие силы, у них не хватит вот на всю линию выкопать вот окопы, сделать там линию Менергейма. Я думаю, это у них нет. Они всё угнали на вот эту операцию, когда хотели убивать жителей Донецка, грабить, насиловать. Вот. Поэтому я вот думаю, что, ну, допустим, двинулись бы мы вот здесь. Вот видите, я там двигаю этим. Вот. Небольшие силы. Ну, не просто заняли силы, установили комендатуру, установили там небольшую военную базу с опорным пунктом, чтобы комендант охранялся, местная администрация охранялась, наладили там жизнь, поставили там базу. И если мы уж не можем там взять города, понятно, что как бы жителей жалко, да и солдат жалко, да, так давайте подминать территории. Я предлагаю даже, это не моё предложение, это план Железного Хромца. Ну, кто знает историю. Вот Байстрит мой молниеносный в своё время, ну, был крутой чувак, и он бил европейские армии Евросоюза и в хвост, и в гриву. Вот. Но ему пришлось встретиться с Железным Хромцом, Тамерланом так называемым, и вот тут-то он как бы натолкнулся, он занял очень хорошую оборонительную позицию, но Тамерлан начал поглощать у него пространство, у него было в коннице, и он начал вот дербанить мелкие населённые пункты, то там, то там появлялся, но он там разорял всё, потому что был, в отличие от безграмотного, полной скотины Чингисхана, ну, он тоже был сволочь-людоед, но он был очень образованный, он, как бы, смотрите, играл в шахматы, то есть он создал свои шахматы, у него там двое больше клеток и двое больше фигур было, он знал 7 языков, так сказать, вот. Поэтому, как бы, он избрал изощрённую тактику, то есть. Ну, мы, нам, конечно, разорять не надо, потому что это же наши территории, вообще не очень хорошо, вот. Ну, мы можем там, вот, конкретное, вот, допустим, вот это вот село, ну, как оно вот так, Богутич, да, какой-нибудь, вот, зайти туда. Я не думаю, что нам там окажут яростное сопротивление. Вот, взяли одно село, второе, третье, вот, ну, примерно, давайте изберём ту же тактику, которую сейчас придерживается Новороссия, да, Донецкие там отряды, Спарта Донецкая, вот. Вот, и, а мы просто двинемся на Запад. И смотрите, и, а вот здесь пробирается сейчас диверсионная группа, да, которая, добрый, хороший Запад послал в город Припять, чтобы взорвать Чернобыльскую электростанцию. Вот мы их здесь и встретим. И всё, и пошли сносить их по вот эти пограничные пункты, чтобы, если кто пожелает из Коростыни, из Овруча уйти от мобилизации, не участвовать в кровопролитной войне, то, пожалуйста, у него бы, ну, проверили документы, посмотрели, что у него, ну, там, допустим, пять тысяч долларов накоплений, там, ну, человек уезжает. Вот, ну, флаг ему в руки, так сказать, пожелаем доброго пути, да и всё. Вот, если это не убийцы, ничего, да. Ну, а в то же время попытаются же всякие вот это животные, вот эти вот бандеровские, там, этот правый сектор, там, а азовцы, вот, ну, их там тоже можно перехватить и, как бы, вынести справедливый, там, приговор, да. Вряд ли они будут, я думаю, живьём сдаваться. Вот, 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 и смотрите, мы пошли-пошли, вот, обходя крупные оборонительные пункты, вот эти узловые станции. Чё, вот в этих сёлах вам окажет сопротивление? Вот, и смотрите, раз, такую огненную полосочку создали, да. А, ну, прямо цепь оборонительных пунктов. Учитывая, что у нас господство в воздухе, то эта ниточка не будет такой тоненькой, понимаете. Ну, и можно же не обязательно просто вот в нитку, ну, и вглубь её, так сказать, расширять, да. Потом вот так, обойдя, потому что вот их дживелины эти вонючие, там, американские, так сказать, насколько я помню, они 5000 метров здесь. Ну, вот, на расстоянии 6-7 километров, вот, вокруг этого Орвича сделать огненное кольцо. Ну, там, ну, не надо стену строить, ну, 3-4 опорных пункта, там, военные базы, да. Загрузить наши строительные компании, чтобы они готовые блоки раз-раз привезли, собрали, всё готово, да. Вот, смотрите дальше. Вот, мы за Олиск зашкли и пошли, вот, можно даже его обойти, может, там нам сопротивление окажут. И обходим, обходим, как вот немцы обходили наши части в 41-м году, да, и пошли по вот этим.